Следующая тема называется «Семейная совесть» или «Совесть семьи». Большинство разрушений семьи возникает только по одной причине, что люди в семье не занимаются духовной практикой, и в основном это ответственность женщин. Женщина должна создать атмосферу, в которой у мужика останется совесть или разовьется совесть. Вот, допустим, смотрите, люди как думают, если у нас есть дети, если у нас есть роспись, если у нас есть родственники, если мы живем ради общих интересов, мы хотим на квартиру накопить, мы хотим вырастить детей, значит, мы защищены чем своей семьей. Это полная бредятина. Понимаете? Все это не дает никакой защиты, потому что близкие отношения – это не вот эти отношения, которые я перечислил. Это отношения, в которые человек чувствуется эмоционально комфортно. Но близкие отношения – это отношения совести двух человек, понимаете? Эти отношения совести включаются только в контакте с Богом, потому что Бог – это и есть совесть. Поэтому, если у вас не освещается дома пища, если нет алтаря, если нет молитвы, то нет шансов вам сохранить семью, потому что, когда вот эта буква «В» достигает низа, когда у вас все больше и больше тает, естественно, наслаждение друг другом, а это происходит у всех и всегда, и неизбежно, а еще и наступает какой-то плохой период, связанный с личной жизнью, то вас просто отшибает от близкого человека, вы ничего не можете с собой сделать. Вы терпите там месяц, два, три, год, и потом чувствуете – все, я дальше так жить не могу, и понеслась. Понимаете? Причина – это непонимание, как правильно жить раз, и бессовестность два. Понимаете? Почему человек влюбляется в кого-то чуть другого? Есть девушки красивые? Есть. Мужчин крутят они мужикам мозги? Крутят. Но если у вас дома есть алтарь, есть Бог, то он, муж, не бросит вас, потому что совесть ему не даст. Понимаете? Если ваша семья была разрушена, это значит, в вашей жизни не было Бога. Человек живет, человеческая жизнь предназначена. Вот один мальчик сидел на лекции, ему, по-моему, 10 или 12 лет, он встал и задал мне вопрос, который, да, взрослые не задают. Он сказал, для чего я живу? Спросил меня на этой земле. Я ему ответил, цель человеческой жизни – это Бог. Только приближение к Богу дает реальное чувство, что ты прожил жизнь не зря. Понимаете? Цель человеческой жизни – это приближение к Богу. Поэтому нужно искать свою веру каждому человеку, нужно изучать, что такое священное писание, читать разные, Библию, Коран там и так далее. Разные священные писания изучать для того, чтобы постичь высшую цель человеческой жизни. Понимаете? Когда человек это постигает, то у него просыпается совесть. Говорят, свобода совести. Что такое свобода совести? Это вера человека. Понимаете? Совесть связана с верой. И поэтому человек должен погрузиться в эту тему для того, чтобы сохранить свою семью хотя бы. Потому что если вы жили друг для друга, для своих детей, для своих родственников, для квартиры, это не помогает человеку забыть про вас. Вот смотрите, когда мужчина не имеет совести, он просто влюбляясь, не имеет никакой потребности оставаться в семье. Сейчас объясню почему. Вот он влюбился, его от жены отшибло сразу. Она ему просто не нужна. Хотя жили вместе. Понимаете, что держит людей вместе? Бог только держит. Он же ниточки-то эти незримые. Это Богом созданы ниточки. Понимаете? Бог держит людей вместе. Если вы Бога забыли, если вы живете только для себя, для своих детей, это тоже означает для себя, мои дорогие друзья. Когда человек живет только для себя, он не может быть совестливым. Совесть означает жить не для себя. Хотя бы молитесь для Бога. Кормите нищих там, раздавайте милостыню и так далее. Это об этом тоже я сейчас буду говорить. Вот. Вот поймите такую вещь, если семья замкнута на себя, то вы варитесь в той энергии, которая истощается. Замкнутое пространство. Вот человек – это существо, которое должно быть зациклено. Нельзя. То есть, если вы зациклены на мужа и на детях, ваша энергетика общая тает. Нужно обязательно иметь друзей, понимаете, нужно общаться с природой и нужно ходить в храм. Когда человек имеет третий источник энергии, семья не может разрушиться, потому что она постоянно пополняется энергией. Понимаете, нужно также понять, что есть такое понятие семейный эгоизм. Люди, зацикливаясь на себе, все делают только для себя и для своих детей. Это постепенно зацикливает энергию и истощает. Для того, чтобы этого не было, нужно научиться приглашать друзей домой, кормить их. Нужно кормить животных там, бездомных. Раздавать милостыню нищим людям. Ну, не деньги, а пищу. Потому что деньги они часто могут пропивать просто, и вас от этого блага вы не получите. В храм жертвовать вашей вере. И так далее. То есть, ну, человек должен что-то отдавать. Если он все время для себя живет, то опять энергетика семьи тает. Понимаете, и люди становятся злыми друг на друга. Потому что не хватает сил. И так, если вы удивились, почему вас близкий человек бросил, потому что в вашей жизни не было совести. Единственный ответ. Больше нет ответа. Если бы у вас был алтарь, молитва, добрые друзья, даже просто молитва, что делает? Она создает, у семьи постепенно появляется наставник. Если наставник у семьи есть, бросить невозможно. Вот у меня есть ребята-девчата, которые у меня берут наставление. Они, все из них попадали в эту ситуацию, когда они приходят ко мне и говорят, не можем жить вместе. И я не даю им разводиться. Они могут жить отдельно какое-то время. Но они не разойдутся никогда. Если есть старший, человек не может разойтись. Потому что он знает опасность. От старшего он слышит опасность и знает этого процесса. Человек, который расходится, он реально разрушает просто свою жизнь. Бросил близкого человека. Только через один брак тебе, может быть, повезет. Следующий точно это будет расколбас. Ну, конечно, можно бросив даже как-то выкарабкаться, но это очень сложно. Понимаете? А если человека бросили, то тоже он в депресснике находится. Тоже очень трудно потом выйти из этого состояния, из этого штопора. Ну, то есть, это жесть просто. Абоюны развод бывают? Нет. Как обоюны? Вот как вы это представляете? Устали только друг от друга? Устали. Усталость не является основанием для развода. Понимаете? Бог держит людей вместе. Вот вы устали друг от друга, пожили раздельно. Дальше что произойдет? Вас потянет друг к другу. Вы пойдете... Что такое развод? Означает, ты рубишь эту связь. Ты идешь против воли Бога. Обычно человек, который разводится, он шагает в пропасть. То есть, он... Ну, обычно не в пропасть. То есть, он привязался к другому. Есть привязанность, которую Бог дает, а есть, которую человек сам себе делает. Ну, то есть, он влюбляется в другого человека. Вот как мужчина рушит семью. Он влюбляется в какую-то женщину другую. Он влюбился, жена уже все. Его не интересует. Понимаете? Вот эти все ценности совместные. Квартира, семья. Становится неинтересно. Вы спрашиваете, а дети? Понимаете? Мужчина любит детей глазами жены. Запомните это. Если он жену разлюбил, он, может быть, к детям как-то относится по-доброму. Но чтобы он их любил, все, любовь к детям заканчивается у мужчины. Он не может уже их любить, как раньше. Потому что он любил глазами жены. Своих детей. И начинает любить детей той, с кем он живет. Нет гарантии в этом мире. Если вы не хотите молитвы, не хотите духовной жизни, у вас нет гарантии, что ваша семья сохранится. Постепенно происходит истощение отношений. Для того, чтобы включились отношения другие, настоящая любовь, опять нужна совесть. Понимаете? Для того, чтобы человека переварить, принять без Бога невозможно. Понимаете? Потом дальше опять уважение к человеку. Это тоже вопрос совести вашей. И все эти стадии настоящей любви, которые сохраняют семью, они все проходятся через работу над собой, через духовную жизнь. Без этого невозможно двигаться вперед.